All my dreams are falling flat Здравствуй, Тимур Привет Тимати или Тимур Ильдарович Юнусов Родился 15 августа 1983 года в Москве Отец – крупный бизнесмен Мать – Симона Яковлевна Имеет татарские и еврейские корни Сам артист в интервью заявил «У меня очень обеспеченные родители» До 1996 года жил в Москве В 13 лет Тимур перебрался в Лос-Анджелес Где начал приобщаться к хип-хоп-культуре Тимати одним из первых стал заниматься промоутерством Московского хип-хоп-клуба «Мост» В 1998 Тимати основал группу VIP-77 В 1999 поработал BackMC у Децла В 2004 году становится участником фабрики «Звезд 4» И получает широкую известность Скажи, вот у компании Blackstar, кстати, бренд запатентован? Да, безусловно, конечно Это трейдмарк зарегистрированный По всем позициям патентования в России и в мире Абсолютно по всем? Практически, да С трудом можно найти позицию, на которой у нас нет патента И по Blackstar, и по имени Тимати Затратное мероприятие, да? По всем позициям пройти? И долго очень Мы к этому шли, там, последние, наверное, два с половиной года Очень долго это все идет Я слышала, что в Эфе должен был состояться какой-то урок в школе Это что, благотворительность? Какие-то занятия детьми? К сожалению, из-за сложности транспортировки Из-за того, что дороги в России оставляют желать лучшего И если ты планируешь доехать за 5 часов, ты обычно доезжаешь за 10 Поэтому мы, к сожалению, вовремя не успели приехать и попасть на урок Но у нас был ряд городов, где мы успели успешно провести открытые уроки Это совместная акция журнала Bravo и компании Blackstar То есть дети заполняют анкеты, отправляют эти анкеты в редакцию журнала Дальше селекционным способом, засовывая руку в мешок, я достаю там десяток этих анкет И приезжаю в школу непосредственно к тому ребенку, который отправил анкету неожиданно для всей школы Дети счастливы? То есть у каждого ребенка, в принципе, есть шанс А вообще занимаешься благотворительностью какой-то? Да, но мы сотрудничаем исключительно с лицензированными благотворительными фондами То есть просто так на какие-то вот отдельные просьбы вряд ли отвлекаемся Просто предпочитаем избежать аферизм и всякое шарлатанство Поэтому работаем с конкретными фондами С какими, например? Достаточное количество фондов и ЮНЕСКО, и фонд Линия жизни И посещаем детские клинические больницы, школы, приюты, интернаты Ресторан-клуб – это первый твой бизнес? Или было что-то еще? Мы начинали вообще с вечеринок, аккумулировали средства С вечеринок вкладывали в студийную работу Какие-то записи потихонечку уже как-то обрастали знакомствами, связями Взяли первый кредит, открыли первое заведение в сопартнерстве Потом уже это делали без партнеров сами Ну да, начинали с клуба, потом уже позже ресторан появился Успешен Тимати не только в творчестве, но и в бизнесе Ему принадлежат ресторан Black Star October совместно с Аркадием Новиковым Бар Black Star October Bar совместно с Аркадием Мсоркиным и Аркадием Новиковым Линия одежды Black Star by Timothy Сейчас линия одежды, насколько я знаю Да, сейчас просто рынок переполнен непосредственно Москвой И клубами, и ресторанами, и заведениями И это отнимает очень много времени Это такое очень профильное занятие Нужно лично со всеми общаться и так далее То есть если ты выбрал по жизни быть ресторатором То лучше тебе быть только ресторатором Ты занимаешься одеждой сейчас или нет? Да, сейчас очень активно Я занимаюсь линейкой своего мерчендайзинга То есть все продукции Black Star и линия одежды То есть можно приобрести и бейсболки, и брелки, и напульсники, и браслеты, и платья, и штаны, и спортивные костюмы Как продается? Спрос, он превышает предложение То есть пока что, если честно, мы не особо справляемся с тем количеством заказов, которые на нас сыпятся Стоит мне на большом мероприятии что-то одеть, как эта вещь становится бестселлером Это хорошо, это правильно, так как теперь у молодежи есть возможность не искать в дорогих бутиках и шоурумах, чтобы там вот одел тимоти А можно конкретно приобрести вещи, которые мы происходим Какой ценовой диапазон? Вот Ирина Слатыкова недавно открыла бутик, вещи очень плохо продаются Наш ценовой пояс, он весьма пластичен, то есть там какие-то вот айтемы от 500 рублей до 5 тысяч рублей, до 10 тысяч рублей Ты начал заниматься бизнесом во сколько лет? К своему совершеннолетию мы уже конкретно с моей командой двигались, сделали первые вечеринки, зарабатывали первые деньги Лет 18, наверное А участвовал в фабрике звезд во сколько? Лет 19-20 мне было Ты единственный сын? Нет, у меня брат младший есть Папа помогал в создании бизнеса или принято, что мужчина должен добиваться всего сам? Принято, что мужчина должен добиваться всего сам На что никогда мои родители не жалели денег, так это на мое образование На развитие моего кругозора, на какие-то поездки за границу, на обучение Касательно бизнеса никакого стартап-капитала от отца я не получал Это легенда, миф Конечно же было пару острых ситуаций в жизни, когда мне срочно нужна была его помощь, но это скорее единичный случай Потому что когда я начинал, мой отец весьма скептически относился к роду моей деятельности И он не был ее противником, просто он испытывал Не верил? Некий скепсис на тему успешности шоу-бизнеса на территории Российской Федерации Но позже, как только уже я встал на ноги, он стал радоваться моим успехам Понимая, что я сам выбрал свой путь и без его помощи развился, вырос Ну то есть вот ты говоришь о тех моментах, когда ты хотел обратиться к нему, обращался или все-таки обходился своими силами? До определенного какого-то этапа я должен был доказать вообще самому себе и окружающим, и в том числе своей семье, что я чего-то стою, я это сделал Всем доволен? Конечно же, всегда хочется лучше и, как говорят, мне таблеток от жадности побольше Да, и побольше Скажи, а есть что-то, о чем ты жалеешь? Я думаю, у каждого человека есть какие-то моменты, о которых он жалеет Но эти моменты, к сожалению, в свете того, как вот жизнь идет, их изменить нельзя О том, что я сделал, я особо ни о чем не жалею У тебя 15 августа день рождения, время безумных вечеринок, когда я закатываю вечеринки Потом читаю себе всякие гадости в интернете, о том, как гуляют олигархи и тому подобное Час с этим сталкиваешься? Здесь, честно, даже не читаю комменты Возможно, есть какой-то негативный фидбэк, исходя из зависливости людей у нас в стране Испокон веку не любят богатых и успешных Но так получилось, что есть 99% общества, которые работают на кого-то Есть лишь 1% людей, которые работают сами на себя и на которых работают Вот так вот сложилось в моей жизни, наверное, при моих обстоятельствах Что я вхожу в этот 1% И я чувствую себя счастливым человеком И мне нравятся позиции вещей и то, как все происходит в моей жизни Негатив, он всегда есть, где позитив, там негатив, где любовь, там ненависть Поэтому никакие комменты и отрицательные фидбэки в прессе меня особо расстроить не могут Я знаю, что я делаю свое дело и делаю его правильно А ты философ по жизни, да? Ко мне все приходит И не нарушаю никакие законы жизненные Ты в 13 лет переехал жить в Лос-Анджелес А где тебе больше нравится? На Лазурном берегу или в Лос-Анджелесе? Совершенно разные места и разное время Время Лазурного берега это май, июнь, июль, август, сентябрь Как раз вот начиная с мая нужно из Лос-Анджелеса уезжать Потому что там начинается безумная жара И можно возвращаться в ЛА где-то уже в конце сентября, сентябрь, октябрь Поэтому, конечно же, летний период это Лазурный берег из-за своего климата Ривьера, она всегда радует правильными местами, хорошей кухней Правильным сегментом людей Симбиоз вечеринок, мест легендарных Бриджит Бордо в свое время открыла Сан-Тропе И за ней туда потянулся потихонечку весь Голливуд Это такая небезызвестная деревенька Там очень приятно, если ты знаешь людей, если ты знаешь, кто уже много лет там живет У кого там виллы, лодки стоят И ты путешествуешь там с виллы на виллу На пляжи, в рестораны, на лодки Тогда у тебя все замечательно складывается У тебя есть вилла в Сан-Тропе или по гостям мигрируешь? Нет, у нас есть дом Никогда не было мысли остаться в Америке? Многие, кто уезжает в Лос-Анджелес, как-то прям очень прикипают душой И не хотят возвращаться в России Да, это супер вообще место Замечательное место И я активно планирую приобрести там недвижимость Просто я никак не могу пока разобраться, где я больше хочу Еще не приобрел? Приобрести Я не хочу там дом, я хочу пентхаус такой видовой Я просто не могу понять, где я больше хочу И не могу сориентироваться, либо это Л.А., либо это Майами Потому что Майами мне тоже нравится Есть свой шарм И там очень здорово зимовать И в любом случае нужна будет такая база Потому что рано или поздно у меня будет жена, дети Которых нужно будет, наверное, на зимний период отправлять Мне тоже безумно нравятся два этих места Раз заговорили о жене и детях, ты недавно женился, правда? Это слухи С моей личной жизнью полный порядок Но вот бракосочетательного процесса не было И в чате, и в паспорте Тебе приписывают нереальное количество романов Когда-нибудь считал количество женщин, которые у тебя были? Не знаю Я не считал А мы продолжим после рекламы Оставайтесь с нами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова